Дмитрий Сидорин, ваше внимание. Наверное, многие из вас догадываются, что я занимаюсь бизнесом под названием управление репутацией. Кое-кто шутит, говорит, Дима, вы ассенизатор интернета. Я говорю не совсем так, и я сегодня попробую более технологичную часть осветить. Я напомню то, что для меня вообще очевидно уже много лет. Будет несколько уроков, я вам дам домашнее задание, если вы пишете, то очень здорово для меня. Вам будет что поделать дома. Но, во-первых, несколько лет в России существует система мониторинга. Постоянно мне спрашивают, Дима, чем вы мониторите соцмедиа. В Америке уже давно мониторинг, тысячи систем мониторинга. У нас в России не так много, наверное, несколько десятков боевых систем. И я на экран вывел основные, вот это Analytics, iHebaz, Youscan. Вот этот кружочек бесплатно. Не забываем, что у нас есть бабки от МИТа. Не забываем, что еще работают поиски Яндекс по блогам. А недавно Яндекс еще запустил некую медиану. Если хотите, погубляйте, что за медиана от Яндекса. Вот это бесплатная система, которая позволяет осуществить поиски по постам в соцсетях. Наверняка вы знаете, что в ВКонтакте есть поиск по новостям. Можно просто открыть ВКонтакте, поиск по новостям и найти посты с хреждением каких-то ключевиков. Вот, ВКонтакте это, наверное, 80% шума. Но представьте, если у вас в месяц 10 сообщений, из них 3 были ВКонтакте, 5 в Инстаграме и еще 2, например, в Фейсбуке. И вы пропустили добрую часть, потому что поиски Яндекс по блогам и многое бесплатно не может заглянуть в те системы, которые не дружественные разработчики. Нет опи-фейсбука, трудно сканировать Инстаграм. А как найти комментарии Ютуба, чтобы сканировать Фейсбук, многие системы мониторинга, не знаю, может быть, они это не оглашают, попали лично. Они пишут зонды, порядка 8 тысяч аккаунтов, выкачивают френд-леты Фейсбука, делают альтернативное индексное хранилище, и внутри него полнотекстовый поиск. Также Инстаграм. В Инстаграме работает поиск только по хэштегам. Как можно искать в Инстаграме просто по указанию ключевого слова? Надо выключить кириллический поток Инстаграма, сохранить в какой-нибудь индексной базе и делать внутри полнотекстовый поиск. Вот таких социальных миров появилось много, которые не триверальные. Поиск там либо странный, либо не работает, либо нет афи, поэтому есть место появления системы мониторинга. Плюс у нас в России есть наши социальные сети, поэтому западным системам не так легко у нас. Если хотите посмотреть пример западной системы мониторинга, бренд Готч, есть такая система, или Кримса Хексагон. Запишите на слов, если что, вы загублите их достаточно много. Для примера, этот слайд популярный, он убежал в Фейсбук, я показываю, что это, для тех, кто не понимает. В Твиттере человек пишет, это очень актуально сейчас, Билайн заплачил мой любимый парносайт. За что? Билайн там мониторит, реагирует на это как на негатив. Для Билайна это плохо. Билайн отвечает не по нашей инициативе, а по этой площади. Человек счастлив, что с ним говорит Билайн, он воодушевляется и дожимает. И это классика, когда троллят бренд, и бренд вдруг появляется все-таки в публичном поле, он получит там по полу от всех, появятся еще другие. Поэтому я рекомендую, если вы отрабатываете негатив, писать все-таки в личку сначала. Об этом было и в первом докладе. Вот, Билайн продолжает дожимать, Билайн дожимает с использованием ключевого слова онлайн, и появляется онлайн, говорит, в ответ на то, что онлайн, без всяких проблем, Билайн, что вы делаете? Онлайн говорит, стараемся для наших абонентов. И последний человек, космокот, это охотник на лиды. Это человек, который мониторит всю тематику порнографии, и под неким аккаунтом космокота пытается всех припугнуть. Мы точно так же занимались наркотиками в интернете, мы замониторили за месяц с порядка 500 тысяч упоминаний о наркотиках, это много, в сутки. И мы со студентом рассуждали на тему, Дима, ну как же так, говорим мы студентам, давай что-нибудь сделаем. Я говорю, ну что поедем в Балашку и поубернем их там всем. Я говорю, мы не готовы. Вот, запкат, который стоит, поехать и решить проблему наркотиков. Он говорит, а что мы можем сделать с тобой, мы же диджитом. Я говорю, давайте по нас заводим аккаунтов странно. И просто будем писать ай-яй-яй. Отличный пример тронинга, например, был человек жалуется на МТС, пишет, МТС, головой, горите в аду. Появляется аккаунт Телебай и пишет, добро пожаловать. И просто, добро пожаловать. Ничего не сказал. Так же и здесь. Интересно, русскомодзам выхал вам после. Ничего человек такого самого не сказал, но припугнул всех. Возможно, всем стало тревожно. Мониторинг в тематике, вот этот последний вариант, это прикольная штука для систем мониторингов, потому что если вы помониторили себя, и про вас всего 10 постов в месяц, это скучно. Помониторили конкурентов, конкурентов троллить не за что, но взяли свою отрасль и нашли десятки и сотни постов людей из вашей тематики. Вот пример отличный, потому что у Карп Райса лидов в сети очень много. Карп Райс, может, в Казани, не так известно, как бизнес у нас по телепоактивной рекламы идет, такой трейдинг над трейдингами. То есть тех клиентов, это любой человек, который продает машину. Огромное количество постов про продажу машин. Что должен сделать в Карп Райс? Просто в личку написать, я беру твою машину, напиши мне телефон, я выезжаю. Вот он, горячий вид. Ну, а я так, для примера, просто хотя бы в комментариях писал, а вы не пробовали на Карп Райс продать? Вот, кто-то вообще не знает, что есть какой-то Карп Райс, потом начинает спрашивать меня, а что это такое? А там можно продать? Можно продать дороже. Вот, ну и таких постов много в разных тематиках. Можно экспериментировать, задавайте в отрасль, пробуйте на Карп Райс, я еще покажу примеры. А это то, что я пропустил, фидбэк, если вы мониторите себя, можно реагировать на негатив, можно реагировать на позитив. Вот, я мониторю почти все конференции, сейчас для меня стало это интересным направлением, в плане того, что если находить посты, например, из селфон, в сейфлайк, в комиссии, можно получить много друзей, достаточно. Вот, ну и когда проходит первое мероприятие, я могу в комментариях просто писать, блин, крутое мероприятие, да я сам там спикер. Люди, конечно, шутят его ответы, пишут, конечно, Дима, крутое ты что, выступаешь? Вот, это пример, я ездил на байкальский интернет-форум, вот, человек делает обычный пост, о том, что будет конференция, с моей фоткой, ноль лайки, ноль комментариев, ноль интересных, типичный спам по группам, я пишу, надо идти, и впервые появляется хоть кто-то и говорит, блин, блин, ты точно надо идти, когда сам спикер пишет, надо идти. Вот, кто-то отреагировал, я, возможно, привел вид. Если бы я с ютей меткой и скидкой работал, я бы мог от организаторов попросить какую-нибудь награду себе за это. Как же начать? Я много рассказываю, типа, весело, весело, мониторьте, реагируйте, ищите лиды. Супербонус, все, кто здесь присутствует, получат 800 рублей. Сейчас я несколько раз уже это озвучивал, но почему-то людям так тяжело. Я читал в курсе директор по маркетингу, мы толкнули, 60 человек заплатили, по 150 штук. Я говорю, ребята, попробуйте, не один попробуй. Вот, давайте сделаем чуть лучше, чем из курса директора по маркетингу, металлогии. Есть система, бренд-аналитикс. Я с ней не сильно связан, она не просто, мои друзья. И в скан, и кипас, пожалуйста. Но в бренд-аналитиксе есть чип. Если вы справа выберете запрос демо, и выберете вариант экспресс, заведете профиль, у вас на счету будет 700 рублей. Вот. Я сейчас расскажу, что можно сделать на 700 рублей. Я, например, начал заполнять проект мониторинга себя. Просто в тесте. Ну, как Сидорин Дмитрий, Сидорин Лаб, Сидорин Лаб русскими, Сидорин Лаб английскими. Я нажал, посчитай мне, бренд-аналитикс, сколько денег. И бренд-аналитикс сказал, Дима, тебе для мониторинга себя нужно 200 с небольшим рублей в месяц. То есть мне 700 рублей хватает, но в месяц, оказывается. Вот. И я вроде шумлю, выступаю, прошу, пишите, что-нибудь процедурено. То есть вам, скорее всего, для мониторинга себя хватит на несколько месяцев такой игрушки. Вот. Конечно, она не полнофункциональная, но это хотя бы не банки, не поиски индекс-по-лог. Это не а вы такой бесплатный инструмент, который может косячить. Бренд-аналитикс – профессиональная система, которая видит Инстаграм, видит Фейсбук. Вот. Я запускаю бренд-аналитикс про себя, то есть следующая кнопка я начинаю видеть посты. Вижу Фейсбук, вижу ВКонтакте. Для многих возможность видеть Фейсбук уже великое чудо. Я не считаю это чудо, но вот есть такая возможность. Когда данных собирается много, конечно, аналитики много разного интересного. Я вижу всех, кто про меня пишет, списка. Могу добавлять друзьям, могу им кружки высылать, книжки дарить, могу из них делать моих компассадоров. Я могу сортировать по городам. Это тоже, оказывается, большая туманность, как по постам, в социальных сетях отделять города. Не все указывают в профиль, в городе, в Инстаграме даже пола нет или возраста. Вот, это задача системы мониторинга. Они, сканируя посты, склеивают дубли, находят кросс-посты. Посты в Инстаграме, кросс-пост в Фейсбук дополнили профиль. Теперь мы знаем, это мужчина, зовут на самом деле так-то и так далее, живет в таком-то городе. С географией сложности, но кое-как ее отделять можно. Например, вы в Казани, ищите ли вы в Казани. Естественно, когда вы врубаете поиск ВКонтакте по новостям, у вас много мусора не из Казани. И люди не пишут сразу, не знаю, ищу и по тягу Казань, Казань, никак селки в арку не добавляют в конце. Вот, здесь можно поотделять города. Конечно, вы узнаете, что региональный решет гораздо меньше, но хоть что-то прям без лишнего кампания найти можете. Вот так выглядит проект, это другая система мониторинга, Юскан, это поиск ледов в косметике. Я вот там быстренько прощу, типа, завели проект, дали ключники, Сидорин Дмитрий, Сидорин Лап, и все нашли. На самом деле, когда вы захотите найти леды, например, в какой-то отрасли, семантически поисковый запрос будет сложным. Тут целый язык запросов. Я прочитаю быстренько, требуется, или выбираю, или кто подскажет, или порекомендуете, или кто в курсе, и так далее. Шампунь, или средство обнесения, или перкоти, или перкоти. То есть садится ледист и не сразу пишет нормальный запрос, чтобы вы не видели в мусор. Пишутся минус слова, пишутся вот такая конструкция, чтобы не пропустить лишнего. То есть нужно еще присоединить к этому, так скажем, базги. Есть система, которая лишила вас возможности все это делать. Не надо писать ледистические запросы. Ледсканер. Ледсканн сказал, не пишите вот те длинные запросы. Я вам сделал сервис, в котором семантически проработал некоторые тематики. Вы можете зайти ко мне на Ледсканер и купить эти виды. Зайдите на Ледсканер, так он пять ледов вообще бесплатно предоставляет Саша. Ну, типа попробовать. И там не все тематики. Фотограф, турагент, специалист, не знаю, по предметам, не знаю, из банковской отрасли. Вот, какие-то тематики есть, и можно посмотреть, что он выдает, почему он выдает. По крайней мере, поисковые запросы писать не нужно. Вот, сейчас, минутка юмора, это вообще любимые мои блоки. Как только вы придете в субсидии, у вас нет проблем, потому что в субсидиях не так все складно. Вы можете выложить кусочек своей диссертации в контенте и первым же комментариям услышать, ты тупой. И вы ничего не сможете писать. Вы можете писать в личку, людям, я продаю арматуру, со скидкой, возьми у меня прайс. Не получится. Вас забанят и покроют матом. Есть разные приемы. Люди заводят аккаунты котов, собак, хомяков. Из Казахстана мне писали, что продают автозапчасти печенькой. Печенька пишет в личку. Это новый. Но коты уже жили себе, печенька круто. С одним фотографом мы делали аккаунты боссонного штатива. Боссонного штатива была интересная легенда. Это штатив, который стоял у фотографа дома. Его опрокинул неловкий фотограф и штатив был боссон котом. Этот штатив теперь не любит неловких фотографов, только из одного места. И котов. И вот такой штативопозиционер собирает приличную свору фолловеров. Это куда лучше, чем 42-летний мужик ведет свой оптичный контакт и пытается продавать свои услуги. Вот. Ну, негатива видим много разного. Конечно, самые-самые красивые и богатые посты про известные многим нам бизнесы. То, что Россия сильно исправилась, но в свое время мы как ТЭС использовали ее, а мы думали, как у тебя Сталин. на яйцах надо реагировать на негатив. Представьте, это ваш клиент. И у вас задача, как вот там, не знаю, менеджера по обслуживанию вот таких проблем и клиентов выявить все проблемы и решить. Вот. Как вы ему напишите здесь? какой посылкой сообщите номер, нам надо подавиться, куда ее засунуть, на какое расстояние, куда все готово. это даже не яйцах, ярость, не знаю, 89-го лэба. Я сейчас скажу, зачем я это рассказываю. Но Почта России даже в этом случае может выкрутиться, вот ответив на ваши проблемы. Улыбается, хотя, человек, возможно. Выходитель администрации из Шелковского района получает обращение в Твиттере, когда перестанет так пахнуть город? Как только вы помолвитесь. Огромно перечислилайку, репостер. Вроде как, я работал негатив, даже так можно сказать. Но про Калинова я не знаю, уже видимо, я только не сказал. Это старенькая история, где человек ругается, что непонятные какие-то вакансии от Авиасейлс. Калинова ему отвечает, о, нарезанный кружочками на блюде, не поднести, лишь Авиасейлс, написано тупо, искать тихо. Все, что смог ответить человек, смотрите, негатив отработал, сказал спасибо. Вот так отработал негатив. Видите, саксистой, в принципе. По всем признакам КПИ выполнен. Ну, Авиасейлс поддерживает, и вот здесь они молодцы, конечно, у них такая общая единственная стратегия официального аккаунта, спрашивают, а вы действительно, вот, ваш директор так общается? Нет, это фейк, там не запиканное, слова вы. Так отвечает Авиасейлс. Вот, этот кейс тоже показывал, это не Сбербанк, это Сбербанк Раиси, где ему пишут, какая же мугацкая, как он был Сбербанк, а они отвечают, здравствуйте, наше мнение очень важно для вас, напишите на новый реплай, спасибо. Кто это зашкаливает? Тоже вроде отработали. Смотрите, к чему это, вы видели, разные варианты негатива. Если бы это писали про вас, уверяю, вы бы и зашли там, на, не знаю, гнев, вы рвали волосы, кто-то из вас, может быть, позвонил бы мне, Дима, а у меня вот раздают, что я делаю, звонки, нам тут написали, срочно у нас в Фейсбуке требуют денег. Вот, я говорю, я не решаю такие вот эти инциденты, что че, я говорю, как подойти вообще, фундаментально, к вопросу работы с негативом. И вот, хотите верьте, хотите нет, все просто, надо написать инструкцию по работе с негативом. У нас появился документ, 30-50 страниц, для больших бизнесов называется стратегия работы с негативом. Это фундаментальный такой толк, в котором написано все. Я достаточно образно покажу, из чего он состоит. Это вот так можно вывести, как блок-схему, а триггеров здесь немалое количество. Первый триггер, трудно выделять негатив и позитив, как оказалось. У разных разные отношения. Галинов скажет, ой, да это не негатив, обычная деда, сейчас я разрулю. А кто-то скажет, блин, это существенно, надо работать. То есть, во-первых, выделить негатив. Негатива не будет так много. Если вы шумный бизнес, очень много нейтральных сообщений, потому что вы рекламируете. Дальше очень важный триггер, реагируем или нет. И вполне нормально не реагируем. Особенно представьте, если у вас 2000 негативных упоминаний в сутки. Вы физически это не можете сделать. И решение реагировать надо принять на основе каких-то признаков. На вскидку вам некоторые признаки и стратегии. Охват и вовлеченность текущего сообщения. Место, то есть, география. Ваш парк, чужой парк, чей аккаунт. Вы можете удалить, или не можете удалить. Это Инстаграм, Ютуб, Фейсбук. Какие механики? Одно дело, вот такие показатели, такие общегуманитарные. Другое дело, взять саму семантику, конструкцию негатива, и построить целую таблицу, как классифицировать негатив. Наличие восклицательного знака. Одна звезда. Восклицательные знаки больше, две звезды. Восклицательные знаки переходят в единички. Три звезды, это значит, рука устала. Капслон, еще больше. Март, еще больше. Призыв к какому-то действию, типа, поделись, не проходи мимо. Еще больше, то есть, потенциал вирусности вырастает. Вот, выписываете эти признаки, вносите в стратегию, говорите, мы отвечаем только если вы могли бы ошибиться. Действительно, что-то сделать неправильно в стратегии, но тогда вы можете открыть стратегию и исправить по итогам месяца, если у вас есть какие-то характеристики и показатели дальнейшие, что там происходит. Ну и варианты реакции, это десятки вариантов, типовые, если еще негатива. Некоторые компании, которые делают определенную работу, знают, в чем они касачат, по списку, и там готова уже типовая реакция. Что мы пишем, как пишем, мы такие суды, ссылаемся, или что-то еще. Вот, не так у меня много времени. Это вот, кстати, тоже еще. Почему вы так долго отвечали, как моя девушка? Она вам нравится? Да, вот и мы хотели вам понравиться. Вконтакте. Как вот это вернуть в тот скрипт, подумайте. Возможно, вконтакте есть инструкция, как они отвечают. Более чем, что она есть. Вот, это вариант юмора. Вот, и перевели стрелки на девушку. Этот слайд пропущу, рассылку историю пропущу, покажу вот эту картинку. Это мой бизнес, то, чем я занимаюсь. Многие мне пишут из региона, из других городов. Дима, спасибо, мы открыли агентство по управлению репутацией, отлично себя чувствуем, работаем с головой, с парочкой банков, крутая услуга, всем так интересно, все спрашивают. Да, подрос спрос, сети больше шумят. Так или иначе, кто-то рано или поздно столкнулся с проблемой. Сайты от Завики, Яндекс.Маркет, давно же мы накручиваем звезды в Яндекс.Маркете. СЕРМ, старый добрый СЕРМ, выдавить плохой сайт из ТОПа. СЕОшникам матричная замена классическому СЕО, например, с дверной подострелки. Это блоки, мои услуги, это отделы, которые работают в моей компании. Мы видим более миллионов сообщений на Кириллице в месяц уже. Огромный поток. И реально, каждый из них проходит вот те схемы, получает трактовку, негатив уходит, алерт, в отдел реагирования, там люди работают круглосуточно, посменно. Там, где тишина в бизнесе, бизнесы просят, а давайте сеять, давайте писать. Когда сеем, все оцифровываем, получаем негатив, реагируем на негатив. То есть, как только начинает работать блок номер 3, вертается, махарит, мониторинг, и всего остального. Конечно, идеально все это автоматизировать. Вот. Но пока только мечтаем, чтобы все управлялось каким-нибудь верховным искусственным интеллектом, который подсказывает алгоритмы по принятию решений. Ну и на закуску покажу, что можно, например, анализировать мигдату и делать что-то идеальное. Можно сосканировать банковскую отрасль, узнать, что людям нравится в банках, что не нравится. Можно взять, сосканировать мир, не знаю, кафе Казани и сказать, что людям нравится в кафешках, что нет. Где-то одно блюдо, где-то другое, кто-то ругается на отсутствие Wi-Fi, кому-то не нравятся струли и так далее. Я показываю пример. Я просто глазами, без системы мониторинга брал Инстаграм, вбивал хэштеги конференции, открывал последовательно вот так картинки и выписывал. Ручками я не повенился. Типа, картинка про что? Что есть на картинке? Таким образом, я получал рецепт мероприятия идеального с точки зрения появления картинок в итоге, продуцирования чего-то там в Инстаграм. Это Baltic Digital Days Дима Шахов подтвердит, что все примерно так, что хорошего из Baltic Digital Days спикеры, доклады, еда, девушки, море. Вот там столбцы в процентах. Я сделал это по-дилетантски. Представьте, собрать все конференции, сразу становится очевидно, что красивый бенджик это предмет для фотографии. Наличие пресвола предмет для фотографии. Полу-половые девчонки предмет для фотографии. И так далее. Вы можете выделить список и если у вас чего-то нет, конференции, вы можете исправиться. Вот. Ну, самое последнее, заканчиваем. Появляется у нас небольшой отдел по поиску утечек из бизнеса. В том числе, кстати, наша конференция может давать некоторые утечки туда во внешний мир. Мы сейчас объединены одним брендом, все у конференций. Студенты, когда учатся в ВУЗе, объединены одним брендом ВУЗ. У меня сейчас очень много ВУЗов на управлении репутацией, потому что дети косячат, жестко косячат. У нас, вы слышали, ректорат МАДИ ушел в отставку после посвяток. Они стреляют, потому что начали нового посвяток. Надеюсь, они врубят систему мониторинг. И видео не появится в ВКонтакте в огромных репликах из туалета с их посвяток. Потому что потом скандалов завертелось много. Это пример наблюдения за Билайном МТС и другими телекомами. Девушка увольняется из Билайна, постит фотографию, где она уходит из Билайна, и у нее спрашивают, у кого я симки буду брать теперь. Но это не проблема, при необходимости будут. Человек в Билайне умеет продавать симки. Но об этом можно поговорить. Лукойл. Вот цена этого поста несколько миллионов долларов. Презентация инновационного топливного масла. Спецификация, название. Человек на доске пишет формулу, может быть, впервые на какую-то аудиторию, с СИГО, не знаю, месяцами разрабатывал. Человек просто пишет, сижу на презентации Лукойл классное масло. Цена этого поста миллиона долларов. Там можно увидеть. А в Инстаграме сейчас еще и увеличение начало работать. Вот опасности. Ну и банковские карты, это касается всех нас. Вот 12 цифр. Есть программа, которая распознает на картинке присутствия карты. Выписывает цифры и складывает в базу данных. По первому, вы сопоставляете человека и банк, в котором он прям лежит. Вот. И таких постов мы находим несколько десятков в Инстаграме в сутки. Ну, не очень много. В основном Рокетбанк прославился. Но я отправлял просто в эссентр и говорю, посмотри, может, что-то с этим сделать. Надо там 12 цифр, тут 14, тут 16. Мне очень нравится эта девушка начнется потому, что карта умещается в рот. Ну, еще карта умещается в рот. Тем самым, возможно, провоцировать лавину. С ней можно попробовать поговорить в личке, а можешь обратную сторону поставить. Тогда у вас будет цифр. Вот, не надо выбирать три недостающие цифры. Вот. Ну, все, время у меня вышло. Или есть еще? Еще пять минут. И очень модно стало в последнее время делать взрывной пиар. Если вы откроете Live News, чувак из секс-шопа украл какой-то предмет, воспользовался им в парке, сжег и был задержан. Форенц-секс-шопа, фотография секс-шопа, какой-то региональный магазинчик на огромную федеральную СМИ выходит и получает кучу показов. Вот. Я покажу примеры такого взрывного пиара. Футболистки Бронбю выиграли в футбольный турнир в своем национальном дании. Вышли в клуары, так скажем, и радовались. Так же, как после СИО-конференса мы можем уйти в клуары и радоваться. Эта фотография была опубликована капитаном команды на 12 тысяч подписчиков. Она примерно удалена через 7-8 минут, но успела получить скриншоты, уйти в СМИ. Появление в СМИ и рост спроса изменил спрос на футбол, на Бронбю, на Данию. Если открыть вордстат Яндекса интерес к Бронбю, подскочил до НИКС, может быть, сделать такую же фотографию. В чем проблема этого снимка? Там бренд Пиво. Пиво отказывается от способства команды, потому что, блин, девчонки, из-за вас мы теперь кучей реки в Яндекс-картинках. По запросу Бронбю, даже не надо писать футболистки или какие-то ключевики, по запросу Бронбю в Ютубе коллажи наделали. И везде бренд. Но, возможно, Бронбюс счастлив к этому, потому что я увидел, что повторили успех датские футболистки. Они чуть-чуть более вежливы, но отпраздновали свой успех примерно так же. Вот. Кейс реальный начало года из нашей работы, который мне разрешает рассказывать. Команда ребят продвигает тропы для каунтер-страйка. Кейсы с форелл они называются. Они придумывают жаркую новость. Это вот вовсе мы сидим и думаем, как вот этих школьников, дотеров, цейсеров развлечь. Давайте-ка им потеря девственности разыграем. С нами юристы сидят, с нами консультанты и говорят, нет, потеря девственности плохенько. Вот как бы там за проституцию у нас их не посадили. Давайте просто форнозвезду на месяц. Запускаем эту новость с 23 февраля. СМИ стоят в очереди. Школьник выиграл торно-актрису на месяц в некой игре. Новость уходит в СМИ в первой итерации с вхождением бренда. Через час расходится шоу по сети и узнается, что школьник-то актер Яралаша. СМИ идут на покатную и выпили его их название бренда, потому что некрасиво, ребята. Мы все тут спалились и попали. Вот, рвут волосы. Но новость-то идет, а бренд не получает трапик. И отличная методология, если вы вдруг связаны с пиаром, если вы наблюдаете за взрывными телами, покемоны, да тот же секс-шоу, любую взрывную тему, вы загружаете в систему мониторинга и начинаете бегать за ее репликами, где реально жара, дискуссия, обсуждения, и вставить туда свою услугу. Тут бренд бегал за собственным пиаром и пытался доработать до трапика. Были найдены порядка двухсот самых популярных дискуссий, туда вышли два-три аккаунта вейковых, и вместо того, чтобы люди все обсуждали, а где посмотреть видео порно-актрисы, эти аккаунты тихонько сводили, а где выйдет порно-актриса. Потому что лавина пошла немножко не туда, как планировали. Всем интересно, была порно-звезда, но никак не сервис, где все было. обстройка туда в комментарии привела ребятам очень много трафика и продаж, а был ноль. Вот они говорят, нас выперели, нас никто не находит. Ждать роста брендового спроса, и что кто-то раскопает, что это сделали мы. В итоге, когда обстроились агенты, количество трафика и транзакций подросло примерно в 10 раз. Трафик, это были десятки, сотни тысяч переходов, транзакции, конечно, чуть меньше. Они были сейчас и у них все окупилось. Дам вам домашнее задание, простое. Картинку рисовал я сам, вот она отражает мой бизнес. Пусть говорят, а мы разгребем. Мне нравится, когда люди шлят, взрывные темы, там можно делать продажи, можно зарабатывать деньги как агентство. Слева-сверху домашнее задание, не раз его говорил, если вы его не выполнили, то грех на вашу душу. Посмотреть сериал «Блэк Мира» «Черное зеркало», посмотреть фильм «Фео», как парень влюбился в искусственный теле, первый сериал вообще взорвет вам голову. Я думаю, кто-то здесь смотрел и поддержит меня. Запустить систему мониторинга. Такие. Вот. Я думаю, многие здесь еще ни разу такие не запускали. Составить инструкцию по работе негатива. Попробуйте, может, это станет услугой в вашем агентстве, вы будете разрабатывать стратегию работы с негативом, вынадите ее в администрацию. Почему вы нет? Ну и попробуйте сделать продажу. То есть не обороняться, а выйти активно именно от роллинга конкурентов или упоминания кодреса сделать клиентом. Вот. Все. Огромное спасибо Дмитрию. Друзья. Друзья, главный самолет зашел на посадку с первого раза. Сейчас одну секунду, один вопрос буквально будет от вас. Единственное, что хотел сказать, в то же время, что и здесь выступал ты, на сцене СЕО выступал представитель Рамплера. Но ты как-то видишь, у нас все по стеночке стоят. Я не знаю, кто там остался на СЕО секции. А пока ли так вообще говорили? Говорят, если в первом и во втором зале не занимаются тем же, чем мы занимаемся с вами в третьем, то они все упускают. Но на самом деле это все не так. У них три человека, у нас полный зал. Огромное спасибо, Дим. Юрий Михайлович, ты хотел вопрос задать. Единственный вопрос сегодня, Дмитрий, и все остальные вопросы вы можете задать уже в КОВА. Да, я оттуда. До конца. До завтра. Отлично. Я надеюсь, что ты был решен в автопаде. У меня произошла такая даже практически история. Я сфотографировал фенолистов, девушек, красавицы, моделей. Сфотографировал фотографию, там девушка была с очень большим разрезом. Я не знаю, может быть, кто-то ее заметил. Но фотография, фотография, цепляющий заголовок, а есть ли у нее там нижний белье. И потом фотография разлетела, вот на Казань, на Яплак, вот тогда меня ее не просмотрят. И вот если слушать тебя, получается, надо было встроить туда еще такой у тебя зон с этим платьем. Смотри, это в прошлый век встроить туда. Современность это догнать реплики и встроиться в комментарии. Тогда маркетинг был бы не навязчив. То есть можно было это платье там продавать в комментарии. Или нижний белье. Если ты в самом новости живешь в Брэнд, уровень сразу просто трафика падает. Люди палят. Поэтому мы их не усвоили, уважаем. Что мы поняли, что кто-то делал. Ну что ж, друзья, на самом деле просто мы должны торопиться по графику. Но Дмитрий здесь и обязательно подходите к нему и задавайте свои вопросы.